всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду предполагаю что за лето тем из вас у кого есть дача уже изрядно поднадоели и шашлыки и мясо на гриле и рыбы на гриле и курица мне так точно поэтому сегодня хочу вам предложить другой вариант обеда на гриле состоящий сразу из двух частей основной и десертной более того предварительной процедуры можно провести и дома тогда сам процесс приготовления на углях еще больше ускорится есть правда небольшая сложность я использую готовое тесто филу его можно найти наверное только в крупных супермаркетах но на этом все сложности заканчиваются и так мне понадобятся фарш лук томатная паста помидоры и сыр для основного блюда творог яйца сахар ваниль в любом виде лимон несладкий йогурт либо сметана для десертной части кроме того фрукты для украшения десерта и зелень для украшения основного блюда ну естественно тесто фило и сливочное масло и так поехали для того чтобы управиться сегодняшним рецептом понадобится либо выбор либо любой другой гриль с крышкой либо старый металлический тазик откопайте и его используйте в качестве крышки короче нужно чтобы формочки с нашим блюдом прогревались не только снизу ну и сверху какая-то отражающая поверхность для тепла была пока угли раскочегариваются подготовлюсь нарублю лук по сути мне нужен соус баланьезе но он вообще готовится долго я сегодня показываю быстрый обед так что все будет сегодня по донезе упрощенной технологии нет если у вас есть время то конечно лучше готовить баланьезе по всем правилам как вам показывал вот в этом ролике на дачу вести его с собой в судочке на этом подготовительная часть для основного блюда завершена вы раскочегарились так что их надо переложить сюда сбоку формочки у меня будут готовиться не на прямом жару в сковородку немного оливкового масла можно было бы конечно сейчас метнуться на кухню и на плите все обжарить на плите удобнее обжаривать слов нет но это значит осветительную аппаратуру поставь камеру установи настроить непосредственно короче будет гораздо проще и быстрее мне все здесь сварганить масло разогрелось лук сюда и вот его обжаривать надо до прозрачности даже я сказал до начала зарумянивания и пока процесс идет займусь сладкой частью мне надо смешать творог яйца сахар йогурт ваниль это будет сладкая начинка соотношение продуктов которые я дал очень приблизительная йогурт может быть как кислый так и нейтральный или вообще сметана творог-творогу тоже рознь короче пробуйте пробуйте и настраивайте этот аккорд по своему вкусу я вот цедру лимона хочу добавить и немного лимонного сока пожалуй вот так и перемешать ну вот теперь вот теперь оно так отлично что у нас там с луком с луком все прекрасно можно фаршу добавлять и сразу перца черного если будете готовить на плите то делайте огонь посильнее и не перемешивайте часто нужно чтобы хотя бы на некоторых кусочках образовались поджаристые бачка если все время перемешивать они просто успевают нагреться а значит стремительно теряют влагу вот смотрите видите подрумянились отлично процесс идет а я займусь подготовкой формочек все надо смазать растопленным сливочным маслом тесто фило нарезать на кусочки каждый кусочек опять же сливочным маслом и уложить в формы слоев там четыре пять шесть будет достаточно если использовать не смазанные маслом листы они хуже румянится при запекании но в таком вот виде все будет отлично можно заполнять начинкой но сначала последняя процедура с приготовлением соуса посолить добавить томатные пасты орегано базилика и перемешать и вот только теперь можно формы заполнять сладкой начинкой но чтобы десерт не выглядел скучно его нужно чем-то украсить например ломтиками нектарина ломтики недозрелого абрикоса сливой клубникой и вообще что найдете то и кладите все будет вкусно яблоки груши хороши будут малина можно вообще чернослив и курагу в кипятке запарить вообще будет фантастика со сладкой частью разобрались а теперь с несладкой соус готов надо собрать все в кучу сыр сюда помидоры нарезать кружочками острейшим ножом от самуры из аус-8 термообработан до 58 единиц по року все сборка завершена можно отправлять на угли выстрою формочки сбоку подальше от огня когда накрою крышки получится что они снизу будут прогреваться и сверху остается подождать минут 15-20 и можно приступать уже к обеду на самом деле нас начинка то готова поэтому все это время ожидания требуется только для зарумянивания теста и тут все зависит от вашего гриля от количества клей под ним может и 5 минут хватить а можете 25 займет короче заглядывайте под крышку периодически зарумянилось значит можно садиться за стол ждем все готово украшу мясные формочки базиликом исключительно для красоты подачи согласитесь что так оно получше выглядит пора трескать ой как оно тянется черт вообще этот сыр не оторвать свеженький помидорчик исключительно к месту сейчас на самой краешке и вот это вот тесто оно хрустит оно тончайшее рассыпается буквально просто чудо ну и сыр конечно сыр тоже дает все знать извините это классная штука это очень классная штука она вдвойне классная потому что на природе я в принципе люблю соус боланьес здесь он с вот этим вот очень нежным очень хрустящим очень летучим буквально тестом прекрасно звучит и сочетается просто какая-то феерия особенно приятно то что этот соус как я уже говорил можно приготовить дома на дачу выезжать с соусом в баночке и готовить на природе такую замечательную штуку так ладно трескать я буду за кадром а сейчас надо попробовать пройтись по сладким штукам здесь нежнейшая творожная начинка ну просто не знаю кому она может не понравиться ну это по сути штука очень похожа очень близкая к начинке как называется выпечка с творогом в середине ну сочников или ватрушек так ну дайте уже мне стрескать с ягодкой с клубничкой опять же свежая ягода в сочетании с такой вот сладкой ванильной начинкой очень нежной очень мягкой и вот это тесто это тесто тончайший лепесточка это класс это это класс прекрасный вариант я считаю и для дачи и для духовки вместо формочек можно использовать маленькие консервные банки если вы их собираете короче готовьте и наслаждайтесь огромное спасибо вам за компанию за ваши лайки за дизлайки за репосты отдельное спасибо тем кто делится своими рецептами в группе вконтакте напоминаю вам что если вы соберетесь обновлять свой ножевой парк то по промо году фреско вас ждет очень приятная скидка на сайте самуру.ру и самуру.орг спасибо за компанию всем пока м 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 Субтитры подогнал «Симон»